Топорков, за дверь. Верка, открой. Топорков, за дверь. Что это, Верочка, ты сегодня какая-то грустная. Здравствуйте. Предъявите документы, товарищ. Документы? Это можно. Документы, граждане, в порядке. На пол. На пол. Открыто. Собирайтесь мигом. Засаду в Марьиной рощи перебили. Топорков тяжело ранен. Соловьев, слава богу, жив остался. Более ничего не знаю. Шевелись. Садись, садись, что ты маячишь. Ну, рассказывай. Все по порядку. Значит так. Целый день все было спокойно. В 22.50 вдруг раздался стук в дверь. Я велел Верке впустить человека. Даже вспомнить жутко. Что ты раскудактался, как баба? Ты дело говори. Ну, Глеб, вот я и говорю. Ну, значит так. Топорков встал за дверь, а я за столом сижу. Руководишь, значит. Ну, Глеб, зачем ты так? Так, так говоришь, будто это я виноват, что он в Топоркова попал, а не в меня. Ну, вот. И он, значит, вошел, пока на свету в комнате не осмотрелся. Я ему говорю. Предъявите ваши документы. Он так сейчас оглянулся, гад. Засмеялся. И полез во внутренний карман пальто. И вдруг так, бац, прямо. И, главное, быстро все произошло. Выстрел тихий. Я даже не понял ничего. Он как звездонет меня пистолетом в лицо. Сознание из меня вон. А он упал я бесчувственно, а он убежал. Врет он вам. Не падал он бесчувстви. Молчать? Будешь говорить, когда я скажу. Говори, Вера, как дело было? Поисел у нас страха, когда Фокс от него из нагана стрельнул. А про свой-то наган забыл. А Фокс ему и говорит. Лежи, говорит, смирно, коль тебе жизнь дорога. А мне, если узнаешь, что на меня легавых навела, кишки, говорит, выпущу. Так, а этот? Что этот? Этот полежал маленько. Да побег по телефону звонить. Я к вашему раненому-то подошла. Грудь его ранили. Глеб, ты... Да что ты? Ребята, вы... Ты что, этой воровке поверил? Ты... Ты мне, своему товарищу, не веришь? Ты мне не товарищ. Ты гадина и трус. Ты не имеешь права. Меня ранили. Лучше бы он тебя застрелил. С мертвых спрос уменьши. А на нас позор у несмываемого. Да ты что? Ты что, Глеб? Я не испугался. Я потерял сознание. Ты не сознание. Ты совесть потерял. Ты, когда пистолет он на тебя навел, не про долг свой думал, не про товарищей своих убитых, а про 50 тысяч выигранных. Да про домик в жаворонках с коровой, да с кабанчиком. Да! Да! И про ядишек своих тоже подумал. Если меня убьют, ты что ли горло панк кормить их будешь? Ты их в люди выведешь? Я давно заметил, все пора как выигрыш выполни. Позненавидели вы меня. И все стали по-другому ко мне относиться. Все стали по-другому смотреть. Как будто я украл, украл этот выигрыш, а не государство мне дало. Что я не пробил с вами, не растронжирил свое кровное. Государство мне дало. Там его пробить с вами. Конечно. Это он Фоксу сказал, что вы его здесь дожидались. Что? Что ты сказала? А что слышал, то сказала. Фокс на него наган навел и говорит. Рассказывай, красноперый, кого вы здесь спасете, а то сейчас на небо отправлю. А ваш и говорит, что сам плохо знает, какого-то Фокса здесь ждут. А тот засмеялся да пошел. Она правду говорит. Будь ты проклят гад. Ты всех нас и тех, которые умерли, но пули бандитской не испугались. Всех. Всех нас продал. Из-за тебя бандиты будут думать, что они муровцы могут напугать. Оружие. Сдать оружие. Как он тебя напугал? Ты его с предохранителя-то снимал? Вернись. Удостоверение. Скорее. Скорее. Продолжение следует...